Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Писатель Пумпочкин» «Писатель Пумпочкин» «Писатель Пумпочкин» Ох, ваше величество, ну сколько же можно? Вещь, эти цари на самокатах ездят, писателей будут. А еще писатели. А не какой-нибудь, а сам пумпочки. Списится он и дня в гамаке, а в родной стране творится страшный ужас. Какие ужасы? Объявлена тревога. Почему тревога? Чрезвычайное происшествие. Да в чем дело-то? Папа пропал, пропал папа. Какой папа? Хороший очень. Просто чудесный. С большой пушистой бородой. А у кого он пропал? Ну как у кого? У детей, конечно же. У бедных крошек. Вместо того, чтобы искать бородатого папу, вы катаетесь на самокате? Надо срочно что-то делать, немедленно искать папу. Да нашли уже. Его захватило в плен лышее чудовище. Чтобы делать из его пушистой бороды парики. И держит его теперь в кафу, где недоеденная банка в аренде, из молодых мухоморов и мышиные хвостики. Какой южестик. Так надо идти больной на лысое чудовище. Пускай дает папу. Нет, лысое чудовище папа не отдаст. Поэтому папу придется выкрасть. Выкрасть? А для этого нужно усыпить лысое чудовище. Уколом? Или колыбельная песенка? Нет. Такой на лысых чудовищ не действует. Лысое чудовище обожает сказки. Так что вот вам царское и правительственное задание. Сочинить сказки для лысого чудовища. Так. Сказки. 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 Какие сказки? Я не знаю никаких сказок. Я писатель взрослый. Серьезный. Я про любовь пишу. Вот послушайте. Я люблю вас, Маша. Сказал Карл Иванович по часам за ухом. Кыш противник Карл Иванович. Сказала Маша, как влияя в носу. О, что ты прекрасная, чудесная, серьезная книжка про любовь. Да еще и не такое могу. Вот. Вот. Вот и напишите. Сказки. Побольше. Посмешнее. С хорошим концом. Только быстро. Ну. Не подожди туда. Садь. Садь. Сказки. Сказки. Когда в жизни сочинял сказок, как же они вообще сочиняются? Вот. Жил. Был. Царь. Нет. Не то. Вот. Жили. Были. Рыжие летучие сосиски. Нет. Жили не то. Вот. Ой-ой-ой-ой. Вот. Жил. Был. Суп с котом и пироги с котятами. Эх, нет. Жили не то. Ой, голова. Ну, голова разболелась. Доктора. Доктора сюда. Старый Джан Петров. Я же просил доктора. Ага. Так значит, простой милиционер он лошадь и не нужен. Все. Я обиделся. Пошел. 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 Скорее сюда. Руки. Руки задом. Ноги шире. Дышите. Не дышите. Дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите. Так. Все с вами ясно. Голова разболелась. Потому что сказки для лысого чудовища придумать не можете. Так. Помогите доктору. То есть просите ли цели. А вы попробуйте вспомнить, как вы были маленькие. Так. Маленькие. Маленькие. Я никогда в жизни не был маленьким. Я всегда был большим. Писателем. Пумпочкиным. Нет. Вы тоже не раньше были маленькие. Просто вы забыли. Попробуйте. Три раза в день громко орать. Пять раз в день пронзительно бежать. Шесть раз в день садись на велосипед и со всей скоростью поезжать по лошадь, при этом сильно кричать. Ежедневно делайте лечебную гимнастику. Ходите на голове. Попробуйте почесать левой ногой правое ухо. А если не получится, то почесать ухо какой-нибудь соседнего дедушки. Но обязательно своей ногой. А самое главное. Каждый день перед сном изо всех сил делитесь подушками. С кем, доктор? То есть спросите, милиционер, у меня никого нет. Да заведите себе кого-нибудь. Пригласите в гости. Ну, успех вам. Три раза в день громко орать. 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 «Вооруженное ограбление». Вооруженное ограбление. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я помню, я был девочкой, девочкой Анечкой И со мной все время случались невероятные... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подумаешь, Морин, а я с тобой ушами шевелить умею? Ну да. Смотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а я всякие рожи строки имею. Сосрой, пусть отнес. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай я вот какую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а давай брать? Брать? Обожарю брать. Щас. Я на завтрак три тарелки супа с вареньем съедаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я зато на первой считаем третий, А на второй в руках подпрыгиваю, играю на гитаре. И я сошла с ума, я сошла с ума, Мне нужна, она, мне нужна. А я зато на гитаре Ножными пальцами играть умею. Мальчики, мальчики, будь со мной по ноге. А мой дедушка зато С тридцатого этажа свалился, Встал, отрыхнулся и дальше пошел. А я зато С тридцатого С тридцатого этажа Свалился. Свалился. И дальше пошел. А я зато У меня зато Дедушка-космонавт В мою бабушку влюбился. И он меня скоро на ракете покатает. Слушай, а давай дразниться. Я беру, я беру, я беру, Это вобла, редиска, селедка. А ты Лысый бублик? Я? Да. А ты, Сушка, древый. А ты Фанера, понял ты кто? Понял ты, кто ты фанера. Фанера, фанера, фанера. Слушай, фанера, Сушка, да я. А давай колбасица. А колбасица это как? Поэтому что? Ну разве так колбасица? По-настоящему колбасица надо так. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Но зато с большими ушами Мы уплыли с ним к теплому морю. О, мой прекрасный, мой одноглазый бандит! До свидания, до свидания! Это заслуженный отдых, давно пора. Ну, дети, не волнуйтесь, скоро вам придет новый учитель по барабану. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Слушай, а давай мы тоже с тобой проедем к теплому морю? А как мы туда доберемся? На велосипедах? Просто будем ехать берегом роги. И на походном пароходе мы доберемся на море. Будем и сарковок, и арбузы, и соленые огурцы. А на завтрак целовать всех бездомных мохнатых собак. А потом я на тебя женюсь. Влюбился, влюбился, влюбился. Чего я не влюбился? Просто женюсь, и все. А вот фигушки. Чего это фигушки? А потому что ты мелкий. Я мелкий? Да. А я вырасту, прославлюсь, отращу усы и женюсь на другой. А вот фигушки. А опять фигушки. А потому что ты дурак. А я двадцать три с половиной английских слов знаю. Все равно дурак. Потому что все мальчишки дураки. Вон, на заборе написано. А на заборе все самое честное пишут. Все мальчишки дураки. Все мальчишки дураки. Будем и чертать без рождения. И победы, и печенья. А мальчишкам дуракам. Хостой палкой по бокам. Хостой палкой по бокам. Где я? Кто вы? Мы дети! Ах, здравствуйте, дорогие дети! Я ваш новый учитель по прыганию, Никита Егорович, грамматиков, математиков, прыжков. Давайте сегодня займемся художественными бурками. А барабанить? Еще не хватало барабаней! Зачем барабанить, если вы учитесь в кубыркательной школе? Это не кубыркательная школа, а барабанная! Значит, я все-таки заблуделся, ведь вышел за три дня до начала занятий. Поймал погладящий трамвай, но я по конкурсу, а все равно. Ну, до свидания, дорогие дети! Нет, нет, подождите! Давайте лучше пубыркаться! То есть вы хотите в вашу барабанную школу собрать не стоящий кубыркательной? Ура! А у нас война, потому что битва мальчишек и девчонок! Потому что все мальчишки дураки! Да я сама придумала! Что, сама? Сама! И на заборе написала, чтобы все знали! И без вредничек! Ага! И мальчишек забирать! Ой, ну прям какую-нибудь тишу мальчишку! Так и хочется ему что-нибудь сделать такое больное, вредное! И колючее! А что вы там бормочете такое? А вот увидишь, что завтра будет! Ты кто такой? Мальчишка! Ты кто такой, мальчишка? Девчонки, вы что, совсем что ли? Это же я, Анечка! Ничего себе, Анечка! Ну раз не бывает такие, Анечка! Потому что ты еще мальчишка! Вот ни в чем! Ой, я что! Ну что, ни в чем тебе, правда, ну честное слово! Ты что сюда пришел, влюбился, что ли? А если влюбился, то ранец неси! И смерть заодно! А вообще, как раз надо, я не знаю! Я вообще, я без какой школы! Это мальчик псих! Надо в больницу! Сделать ему укол! Я не в лицу издать! Все это, девчонки, я все знаю! Но, видите, откуда он взялся новый мальчик? И куда бы попастилась ваша Анечка? И почему лучше с любого художественного кувыркания? Много сольких палочек, палочек и штучек? Так вот оно что! Учитель-то волшебник! Он наказание за вредность превратил Анечку в мальчика! Как ужасно быть мальчиком! Такие махны на весьмирал! Жизнь-то на весьмирал! Они с тобой ванных не написали! Да еще и ванной служили надо! Ничего интересного! А если ты на нас мальчиков превратил? Нет, все! Мы больше никогда не будем забирать мальчиков! Куся, Кусечка, и ты, бедненький! А если бы вас поздоровили, приголдули, хотите, мальчиков, прервочные, прервочные, хотите, котировки, хотите, мы сейчас влюбимся? А-а-а! Кто превратился? Где моя Анечка? Мальчик! Ой, очень симпатичный. Мы всегда с мужем хотели мальчика. Назовем тебя макакием. Не надо. Ну, тогда какием. Не надо. Ну, хорошо, хорошо, будешь макакием. А можно я слышу макакием замуж? Я, 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 я. Макакием, девочки, вы хотите хоть все? Макакием, пирожные, пирожные. Вот, вот такая мне мальчишеская жизнь понравилась. И я больше не стал превращаться в девочку Анечку. Вырос и стал макакием Сосип Адриевичем Пумпочкиным. А вот у меня тоже девочка. Ну, я, короче, маленький. И был у меня дедушка страшный, 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 как хулиган. Что ты там все пишешь? Вене! Про Элла же пиши с буквой ей, дедушка. Да ты бы лучше пошел. Не прыгай, тебе пострелять! Дедушка, а расскажи мне какую-то сказку. Ну-ка скажи, Вене, как рыб. Быстро. Быстро, косяками, косяками, ясно? Ясно. А ну-ка скажи, Вене, как черепахи помнят. Косяками, не косяками, они тащатся, тащатся. Женя! Пионер не зарезанный. Дедушка часто бегал из дома, наступал голубой собакам, забывал первый листарушек через дорогу. А уж если же он их переводил, то они обязательно попадали под самосвал. И вот однажды, когда дедушка совсем раз хулиганился и раздразнился, я взял дубинку, пистолет и свисток. Эй, ты, Вене! А то так называются, то сам так и называется. И с тех пор мой хулиганский дедушка стал называть заверником. И каждый день тихо-тихо стоял в углу. А я вырос. И выучился на милиционера. Я была маленькая, я была противная. Я все время кусалась, царапалась, щипалась. Но это было не потому, что я была такая противная, а потому, что я больше всего на свете любила мириться. Вот так вот, забейте мизинец, не говорите. Мирись, мирись, мирись. Мирись, мирись, мирись. Я так любила милиция, что у меня даже мизинец на всю жизнь не остался оттопленным. И вот однажды... Не могу говорить. И вот однажды я гуляла попарку и увидела такого красивого мальчика. Немножко задумчивого, кудрявого, в красном шаре. Так захотела с ним помириться. Но для того, чтобы помириться, надо сначала поссориться. И тогда я стала кидаться немного шишками, камнями, палками. Но на него это не подействовало. Тогда я показала ему язык. Бе! А он только улыбнулся. Но тогда я сказала. А зато у меня волосы рыжие! Потому что я думала, что он сейчас начнет дразниться. И тогда мы точно поссоримся. А потом помиримся. А он только улыбнулся и сказал. Какие у тебя волосы красивые. Дал мне конфету. Тогда я поняла, что я никогда с ним не помирюсь. Потому что никогда не поссорюсь. А-а-а! А-а-а! Вы! Так это вы! Вы! Это вы! Вот! Вот вы красный шарик! Только он стал таким маленьким, как носовой платок. Я надумал, что вы обидели. Потому что я вам дал сосательную конфету, а вы хотели кусательную. Вот возьмите шоколадную. Всю жизнь для вас в формале нашу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, видите, как хорошо получается, когда взрослые поняли, что тоже были маленькими. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вишня, башня, мандарин, Бадмамак, матрас, плечин. 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 Вишня, башня, башня, мандарин, Бадмамак, матрас, плечин. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, ребятки!